я вас приветствую любители инжеров сейчас я хочу вам сделать обзор сорта бебера бранко давно не показывал и уже появились инсинуации по поводу этого сорта это фига некрутенькая просто покажу как она выглядит сейчас в тень убрал чтобы видно было лучше вскрывать буду дома положу на весы и сейчас просто зайду к этому же кустику только с другой стороны там еще я видел есть фигушки это я сейчас складываю пакетик то что у меня сегодня попадает на обзор вот еще сейчас фигушку вижу созревшую вот она такая мягонькая уже вот уже стала раскрываться но мякоть мы уже посмотрим дома грамм наверно 75 80 так молочко на шейке по поводу вот этого молочка есть байки вин эти которые рассказывают новички вот таких сортов с крупными фигами как долмацкий рандина биробранко на шейке молочком может быть это вы еще можете прочитать у профессора аренд нины константиновны сортах инжира она описывает это явление но новичкам же лень читать такие книги им же проще этот озвучить свое как говорится умозаключение они же уже по 3-4 года выращивают инжир и естественно вот они вот такие опусы выдают именно опусы потому что ничего как говорится научного они не сказали и абсолютно не знают вот эту фигу если оставлю всего на сутки то из нее уже превратится ну скажем так кисель или атакуют птицы насекомые в общем из нее каша будет так сейчас еще посмотрим может быть здесь я что-то увижу тут у меня еще видите завязываются фигушки еще предстоит собрать сорт не поздний сорт средний среднего сока срока созревания в этом году у нас идет на неделю на две позже созревания но это тоже естественно явление было у нас очень холодная весна и завязи образовались поздновато не знаю удастся мне полностью может быть и отсюда все снять я имею ввиду созревшие фиги вот еще маленькую нашел забираю так она тоже выглядит тоже можем видеть молочком на шейте страшного в этом ничего абсолютно нет вот эта шеечка просто срезается когда был в обработку или как говорится в питание идет фигу я уже по глазку просто вижу ты попу мякоти когда вот за фигу берешься она висит еще на дереве нас становится мягкой при созревании сейчас я перейду продолжу вот я зашел к этому же кусту бибербранки с другой стороны и показываю вам еще созревшую бребу оси созревшую бибербранку плодик и вот такой плодик я нашел на рядом на побеге вот отсюда сорвал вот такого размера сейчас вам расскажу еще один момент связанный с размером фиг и с их плодоношением прочитал у одного всем известного уже не раз озвучил этого инжировода такой тезис если на второй год фиг нету то я таких фиг а такого сорта избавляюсь я вам скажу я могу по 3-4 года спокойно ждать и американские коллеги подтверждают мои предположения что некоторые сорта сначала набирает вегетативную массу особенно в открытом грунте катках пораньше плоды начинают зреть это тоже известный давно факт но я говорю о своем опыте в катках я практически не выращиваю а все у меня в открытом грунте и вот сейчас я крупную фигу убираю оставлю одну помельче которая могу сказать что вот у меня на первых первых два года именно вот такие некрупные фиги созревали и скажем так со скромным вкусом то есть я даже франциско португалию писал который писал мне эти черенки очень уважаемый и старый человек уже сейчас уже практически его и не невозможно встретить на просторах интернета возраст у человека такой что он жене как говорите не выходит в интернет он мне четко написал дождись горит нормального плодоношения фиги должны быть 70-80 грамм я еще дам ссылочку на его фото в интернете на флики выкладывал на фликом так что сейчас я перейду домой там у меня весы тиши дома покажу еще мякоть этих фигов ну что ж я продолжаю обзор сорта биберогранка можете видеть что плоды разного размера позавчера собирал эти плоды два дня уже говорил что у нас прохладно здесь топсы температура где-то 22 23 днем солнечно но сильный северный ветер сейчас давайте посмотрим какие должны быть все таки плоды виберы в рамке вот даже в этот год жаркий и сухой плоды достигли 83 грамм отдельные плоды сразу говорю ну давайте этот можно провесить 53 тоже неплохо ну и сейчас вот этот плод который самый крупный я вам продемонстрирую что из себя представляет внутри так вот он выглядит неплохо ну в том плане что и сочинность есть и сахаров я скажу сколько четыре с плюсом этот плодик я считаю вполне нормально это что когда-то я говорил что заменил этим сортом у себя в саду брунсик боялся от того что у меня практически перестали трещать фиги именно вот этого сорта тогда как брунсика я терял 70 80 процентов то есть там шло закисание брожение изнутри это мошка там плодовая мушка летала стаями натурального сегодня видел около узбекского желтого но там глазок открыт час я отдельно обзорчик сделаю на узбекский желтый а с этим сортом я думаю вам все понятно выращиваете его приобретайте хороший урожайный сорт крупными фигами симпатично выглядящий и покупайте только оригинальные сорта потому что вот под этот сорт легко например втюхать брунсик немножко схоже съесть и вполне возможно что где-то уже гуляют брунсики под названием бибер и бранки я не исключаю ну что ж сейчас перейду к обзору узбекского желтого втюхать брунсик